День знаний на русском в Таджикистане. Сегодня в республике заработали пять школ, в которых будут преподавать наши учителя по российским образовательным программам. Русский язык очень востребован, очень престижен среди жителей республики Таджикистан. И родители детей понимают, что знание русского языка и тем более обучение в русских школах, завершение русских школ предоставляет дополнительные возможности. Душанбэ, Худжанд, Бахтар, Куляб, Турсунзаде. В каждой школе 1224 желающих получить российский аттестат. Это проект Минпросвещения, координирует который алтайский педвуз, директора трех школ, наши педагоги и председатель комитета по делам молодежи Барнаула Владимир Гудков. В то время как на планете обсуждают концепцию русского мира, появление сразу нескольких русских школ могут воспринять неоднозначно. Но на Алтае идею одобряют, тому есть причины. Если взять Таджикистан, то по далеким кишлакам молодежь уже не знает русского языка. Либо ты вот остаешься в этом кишлаке, либо ты собираешься, учишься и выезжаешь куда-нибудь. Китай, Европа, Америка с английским, либо Россия. Те большие державы, которые все равно давляют над всем остальным. А большие страны дают работу. Так, во втором квартале 22-го года в Россию приехало больше трех миллионов трудовых мигрантов. В тройке лидеров Узбекистан, почти полтора миллиона человек. Затем Таджикистан и Киргизия. Около третьей ВВП Таджикистана формируют выезжающие на заработки. Им нужны деньги, России рабочие руки. Для нашей же страны это выгодно, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, они уже были в нашей культуре, знали наш язык, знали какие-то ценности. Когда есть общее пространство и есть общие смыслы у людей, общие ценности, общее понимание о том, что такое хорошо, что такое плохо, конфликтов всегда меньше. И касается это не только трудовых отношений. Я как сторонник мягкой силы вижу здесь более прочную основу для экономической, культурной интеграции. И у нас достаточно неплохие внешнеполитические отношения, но они крепнут в результате роста доверия и взаимопоникновения культур. По неофициальной информации, к такому образовательному проекту готова и еще одна республика – Киргизия. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком.